Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить вас за это обращение. Вы сделали эту работу лучше любого оппозиционера. Доказали, что ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди. Не просто воры, не просто те, кто двух слов связать не могут, но сумасшедшие. В своем ответе Навальный рассказал о том, как строилась карьера генерала Росгвардии, обвинил Золотова в работе на петербургского криминального авторитета Романа Цепова и заявил, что Золотов вместе с Путиным превращают Россию в банановую республику. В своем новом ролике Навальный также обвинил Золотова и его семью в незаконном обогащении и продолжающемся воровстве на закупках в Росгвардии. Навальный, в частности, перечислил объекты недвижимости, которые, по утверждениям оппозиционера, принадлежат семье главы ведомства. Всего недвижимости вашей семьи мы насчитали на 3,5 миллиарда рублей. В августе фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, опубликовал расследование, в котором утверждается, что для нужд Росгвардии закупаются продовольствие и другие товары по завышенным ценам. Вызов Навального Золотовым на дуэль стал реакцией на это расследование. Алексей Навальный сегодня принял вызов на дуэль от Золотова и по правилам дуэли выбрал место и оружие. Дебаты в прямом телеэфире любого федерального канала. Как и предполагает кодекс, я даю вам неделю на размышления. Шлите своих секундантов или что еще там вам не хватает для сатисфакции. Время пошло.